Здравствуйте! В эфире ЮНЬЮЗ новости Оренбурга и Орска на телеканале ЮТВ. В начале нашего выпуска коротко о главных событиях этого дня. Начнем с того, что в Оренбурге стартует традиционная акция «Сообщи, где торгуют смертью». Ее проводит Управление ФСКН России по Оренбургской области. Акция проводится шестой год подряд. Из-за года в год ее эффективность растет. По информации, полученной от жителей области, были ликвидированы десятки точек сбыта наркотиков и наркопритонов. Так, в 2012 году в управление поступило 760 обращений граждан. С учетом их информации привлечено 69 лиц, возбуждено 129 уголовных дел, из незаконного оборота изъято 9,4 килограмма различных наркотиков. Сообщить информацию можно анонимно по круглосуточным телефонам доверия. Управление ФСКН России по Оренбургской области 770351 и 340751. Начался прием работ на областной журналистский конкурс «Твой шанс». В нем примут участие учащиеся 11 классов и лица, имеющие среднее образование. Цель конкурса – это поощрение у молодежи творческой инициативы и интереса к журналистской профессии, выявление творческих способностей и личностных предпосылок к овладению профессией журналиста. Работы принимаются до 30 апреля 2013 года. Конкурсные работы направлять по адресу город Оренбург, улица Пушкинская, 18, кафедра журналистики с пометкой «На конкурс Твой шанс». Подведены итоги мониторинга деятельности центров содействия трудоустройства выпускников за 2012 год. Наш Оренбургский государственный университет занял третье место в этом рейтинге, набрав 87 баллов. Лидерами рейтинга стали Астраханский государственный университет и Хакасский государственный университет, набравший по 91 баллу. Напомним, что ОГУ ежегодно входит в пятерку лучших региональных центров России. В связи с вывозом снега с применением спецтехники по 21 марта включительно будет частично ограничено движение транспорта по следующим улицам. Восточная от улицы Гагарина до улицы Шевченко, Ленинградская от улицы Чкалова до улицы Туркестанской, 60 лет Октября от проспекта Гагарина до улицы Каргандинской, Чкалова выезды во дворы почетной стороне, Алтайская проспект Гагарина от торгового центра «Радуга» до школы номер 51, также улицы Беляевская и Казахская от 19 марта также частично ограничат движение автотранспорта по проспекту Парковому и по улице Пролетарской. Водителям советуют заранее продумывать маршруты движения и выбирать объездные пути. Далее переходим к основным новостям этого дня. В рамках проведения года охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации совместно с некоммерческой организацией «Форум зеленого развития» проводят в Оренбурге образовательные курсы в сфере экологизации и экономической деятельности. Наш корреспондент побывал на этих курсах. Подробности смотрите далее. Вы знаете, мне очень понравилось сегодняшнее мероприятие. Во-первых, слушатели из разных сфер, и это всегда очень интересно, потому что разные компетенции, разные взгляды, разные мнения, они всегда дают общую такую комплексную картинку. Но прежде всего нам интересно, наше мероприятие, оно интересно для тех, кто занимается внедрением наших инструментов, нормативно-методической документации, нормативно-правовой документации. Это представители органов государственной власти регионального и представители тех структур, которые вместе с органами государственной власти как раз занимаются развитием экологической безопасности и охраны окружающей среды. Вообще в мире зеленое строительство развивается с 90-го года, прошлого столетия. В Российской Федерации эта сфера новая, но в настоящее время правительство активно работает над тем, чтобы у нас сформировалась и нормативная правовая база, и знания о зеленом строительстве расширялись, стали доступными для населения, для застройщиков, для всех, кто так или иначе связан с этой темой. Принцип зеленого строительства очень прост. Это экологическая безопасность для окружающей среды в процессе строительства и при эксплуатации объекта недвижимости и обеспечение экологической безопасности для тех, кто проживает или работает в этом объекте. Есть поручение правительства, по которому мы работаем, и Минприрода России разработала ГОСТ Российской Федерации. Он пока носит необязательный характер, но в ближайшем будущем он войдет в перечень обязательных для применения в строительстве. Но, хочу подчеркнуть, речь идет об объектах, которые строятся на средства госбюджета. Есть план мероприятий, утвержденный правительством, есть также ряд мероприятий, которые касаются как раз темы зеленого строительства и развития зеленого строительства в регионах. Но, я хотел бы подчеркнуть, на региональном уровне внедрять зеленые стандарты, внедрять зеленое строительство гораздо проще и эффективнее. 19 марта – профессиональный праздник социальных работников. В преддверии этого дня в социально-реабилитационном центре «Родничок» состоялась встреча выпускников. В нашем центре, в центре «Родничок» дети находятся круглосуточно. Примерно оформляется на половину, на полгода. Но все в зависимости от того, какая у них жизненная трудная ситуация. Здесь мы даем им кровь, понимаете, питание, организовываем досуг, занимаемся с детьми. И творчеством занимаемся, и лепкой занимаемся, и рисованием занимаемся. Точно так же проводим различные мероприятия, как сегодняшнее мероприятие – это встреча с выпускниками. Мне все понравились. Я люблю вот этот «Родничок». Ты когда вырастешь сюда, будешь приходить в гости к кому-то? Я буду приходить, буду директора, буду ему конфеты приносить. Тут воспоминания хорошие были. Я сюда ходил, сюда ходили, и мне было тут весело. А сегодня пришел зачем? Может, увидел кого-то, может, хотел воспитателей своих увидеть или друзей наоборот? Мы хотели встретить, поздравить воспитателей и встретиться с друзьями. Я здесь живу временно. Мне здесь очень нравится. Здесь хорошие воспитатели, хорошие дети. За короткий срок я познакомилась со всеми ребятами. Я с ними дрожу, общаюсь, мы гуляем. Я нахожусь в короткий срок, я выучила много песен, танцев. То есть здесь ты развиваешься, да? Да. Родничок мне заменяет дом и школу. Такое мероприятие мы проводим ежегодно с той целью, что дети встречаются. И мы для них, особенно воспитатели, как вторые мамы. Потому что именно мы тепло привили этим детям. Именно мы многому их научили, очень многому научили. В прошлом году новое движение стало настоящим открытием регионального телевидения. И было удостоено губернаторской премии в номинации «Телевизионный проект года». В нынешнем сезоне музыкальное шоу выходит на всероссийский уровень. Появятся ребята из других, причем таких, ну как бы признанных уже музыкальных городов, как Москва, Уфа, Самара, Челябинск. Я думаю, что это будет интересно. Во-первых, потому что можно будет обменяться самим ребятам. Во-вторых, наверняка они увидят что-то новое. Может быть, какой-то новый уровень, до которого им захочется подтянуться. Для отборочного тура на студии «Оременформ» было записано 20 роликов с живыми выступлениями участников. Организаторы использовали рекордное количество аппаратуры. Ведь успех выступления и качество шоу зависит и от этого тоже. В движении нам добавил решимость участвовать в те видео, которые мы видели, снятые еще в прошлом году. Они очень качественные, очень клевые, поэтому мы решили, что если участвовать даже не ради конкурсной программы, а просто получить такие видео, это клево. Коллективы из других городов составят оренбургским музыкантам серьезную конкуренцию. А значит, битва за титул победителя и за главный приз в 100 тысяч рублей будет жаркой. Вот уже несколько дней в Ворске царит туман. Такие природные условия неблагоприятны как для автолюбителей, так и для пешеходов. Вы когда-нибудь сталкивались с такими ситуациями, что из-за тумана невозможно было проехать? Было дело, да, что вообще дальше капота не было видно. Как вправлялись с такой ситуацией? Да никак. Аварийка включаешь дальнюю и потихонечку двигаешься. В городе-то не так ощущается, а за городом да, он густой довольно-таки. А сами попадали когда-нибудь в такую ситуацию, что невозможно из-за тумана движение продолжать? Ну, попадал, если вы на номера посмотрите, я с Саратова прибыл, то довольно-таки трудно, да, на трассе. И приходится останавливаться местами, чтобы это... И ждать, пока рассеется, да? Да он не очень-то и рассеивается. Ну, так постоишь, глаза привыкнут, дальше поехал. При таких погодных условиях всем участникам дорожного движения следует быть очень внимательным и аккуратным на дороге, и соблюдать правила дорожного движения. Обращаем особое внимание водителей на состояние здоровья. Поэтому водители, те, которые чувствуют, что им стало плохо, лучше остановиться, принять решение о дальнейшей поездке или оставить транспортное средство на том месте, где он остановился. Также призываем родителей уделять особое внимание перевозкам детей в автомобильном транспорте. Следует помнить о том, что дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности, несовершеннолетние дети должны находиться в детском удерживающем устройстве. В ближайшие сутки, по прогнозам синоптиков, по всей Оренбургской области ожидается туман, видимость менее 500 метров. Поэтому призываем не только арчан. Будьте бдительны, дабы избежать дорожно-транспортных происшествий. Светлана Комарова, Артем Абапулов, телеканал ЮТВ, Орск. Во всем мире строительство по зеленым стандартам уже давно считается нормой жизни, в то время как в России зеленое строительство только делает первые шаги. О том, знают ли жители Оренбурга стандарты зеленого строительства, наш сегодняшний блиц-опрос. Подробности смотрите далее. Слышали когда-нибудь про зеленое строительство? Нет, у нас такого нет. А вообще в Европе? В Европе? Зеленое строительство? Нет, не слышно. Такая недвижимость, которая и для людей полезна, и природе не вредит. Это здорово. Надо вообще такие строить у нас в Оренбурге? Я считаю, что да. А если они будут на порядок дороже? Оно того стоит? Ну, считаю, что да. Это же из природных материалов. Что-то вроде бы я слышала. Не знаете, что это такое? У нас зеленое строительство насаждения, что-то нет. Нет, такое не слышали, навред ли это будет. Почему? А мы не верим. Ни наша администрация, ни правительство. Нет, не верим. Мы не слышали, но мало чего-то. Некогда нам смотреть с ним. Зеленое строительство? Да. Ну, это, наверное, то, что-то озеленение? Не слышала никогда. Как вы думаете вообще? Что вы думаете по этому поводу? Даже не знаю. Сейчас, мне кажется, экологически чистого нет ничего. А разве есть такие дома? Проводя наш БЛИЦ-опрос, мы выяснили, что практически ни один респондент ничего не знает о стандартах зеленого строительства. Но большинство опрашиваемых все-таки предпочитают жить в экологически чистых домах, а не в каменных джунглях. Смотрите далее афишу предстоящих событий и спортивных мероприятий. 23 марта в Оренбурге пройдет конкурс «Творчество муза» в рамках международной акции «Ночь музеев-2013». Набор участниц производится с 18 марта по 18 мая этого года. Конкурс состоит из трех этапов – прием заявок, два творческих задания и финал, который состоится 18 мая. Далее. Сценическую версию известной новеллы американского писателя О'Генри «Вождь краснокожих» ставит Оренбургский областной театр «Кукол» и приглашает на премьеру спектакля, которая состоится 22 марта в 10.00 и в 11.30 по адресу Советская, 23. К спортивным событиям. В Оренбурге стартовало сегодня и продлится до 24 марта открытое первенство области по теннису среди спортсменов 97-го года рождения и моложе в детско-юношеской спортивной школе номер 1. Начало в 11.00. С 18.00 по 31.00 в Оренбурге пройдет учебно-тренировочный сбор по слэдж-хоккею. Информацию о времени проведения можно уточнить на сайте Министерства спорта области. 19.00 марта во вторник в Оренбурге ожидается небольшая облачность, вероятен снег. Ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду. Средняя температура воздуха – утро минус 1 градус, вечером около нуля. В Орске 19.00 марта небольшая облачность. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Средняя температура воздуха – утром 0 градусов, вечером плюс 1. 19.00 марта – Константин в округе. В этот день народ считал нужным обойти кругами колодцы и вытоптать снег для того, чтобы в них не стекала грязная вода. Это были все новости на сегодня. Увидимся завтра в это же время на телеканале ЮТВ. Все наши новостные выпуски вы можете найти в нашей группе ВКонтакте и на сайте u2u.ru. Также вы можете предложить интересующую вас тему новостного сюжета, позвонив по телефону 43001 в Оренбурге и по телефону в городе Орске 372010. Ты студент, амбициозный, легко находишь общий язык с окружающими и хочешь начать свою карьеру в успешной компании? Тогда сплоченная команда отдела продаж Уфанет ждет тебя. Заходи на сайт команду.упанет.ру, выбирай свой город и заполняй анкету на вакансию сервис-менеджер.